В вакуумной рентгеновской трубке источником электронов является вольфрамовая нить. Она накаливается электрическим током и является катодом трубки. Анодом служит массивный металлический стержень. На электроды подается напряжение в несколько десятков тысяч вольт. Под действием электрического поля электроны летят к аноду и ударяются об него. При резком торможении электронов часть техкенетической энергии переходит в энергию рентгеновского излучения. Рентгеновые лучи по-разному проходят через вещества, имеющие разный атомный вес. Лучи невидимы, но вызывают свечение экрана, покрытого люминофором. Экран светится не одинаково, так как вещества с большим атомным весом сильнее поглощают рентгеновые лучи. Зарядим электроскоп. Рентгеновые лучи ионизируют воздух, и электроскоп разряжается. Узкий пучок лучей проходит через отверстие в свинцовом экране и попадает на кассету с фотопленкой. Рентгеновые лучи оказывают химическое воздействие на фотопленку. На пленке видно пятно в том месте, куда попал пучок рентгеновых лучей. Рентгеновые лучи по-разному проникают через мягкие ткани и кости человека. На этом свойстве основано применение рентгеновых лучей в медицине. Больной во время просвечивания подвергается кратковременному облучению, а врач от него защищен. Можно вместо экрана поставить кассету с фотопленкой и получить снимок рентгенограмму. В промышленности для обнаружения дефектов в металлических деталях используется свойство рентгеновых лучей по-разному проникать через тела различной плотности. Рентгеновые лучи проходят через деталь и воздействуют на фотопленку. На снимке зафиксировались дефекты в металле, трещины и раковины.